И теперь в событиях дня подробнее. Сразу два завода по производству контрафактного алкоголя обнаружены за минувшие сутки в Иркутской области. Масштабы подпольного бизнеса поражают. Несколько сотен литров запрещенного непищевого спирта, акцизные марки и более 650 тысяч бутылок были готовы к разливу и реализации. Об одной из самых масштабных спецопераций последнего времени расскажем в первом материале выпуска. Сразу? О, ну да! Лежать! Все, сразу? Да! Спецназ работает жестко, но справедливо. По оперативным данным, все эти люди незаконно разливали водку. В промышленных масштабах. Операция проходит сразу в трех точках. Две из них находятся в Иркутске, одна в Уссолье. Причем на двух складах к разливу контрафактного алкоголя уже все готово. В любой момент мог заработать целый подпольный конвейер. Здесь же несколько сотен тысяч акцизных марок с признаками подделки. Больше полумиллиона пустых бутылок и сомнительное сырье. Там дезинфицирующие раствор. Скорее всего, именно из этого сырья планировалось изготовить водку. Автомобиль с ним прибыл из Хабаровска по подложным документам. Согласно им, внутри контейнера фрукты, а на деле дезинфицирующие средства, которые вообще не предназначены для внутреннего применения. Кстати, именно после употребления жидкости с таким названием на Дальнем Востоке за последние три месяца погибло 10 человек. Трудно представить, что было бы, если бы контрафакт попал на прилавки Иркутской области. Сотрудникам полиции удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Ее образцы сейчас направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Иркутской области. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Иркутской области совместно со спецназом Росгвардии Задержаны 9 активных участников противоправного бизнеса, в том числе предполагаемые организаторы. При этом подпольные цеха работали максимально скрытно и не вызывали подозрений. В Иркутске был арендован склад, который находится буквально в 30 метрах от оживленной магистрали. В этом же здании располагается сразу несколько автоцентров. Скорее всего, их работники даже не догадывались о незаконном бизнесе, который процветал этажом ниже. После целой череды обысков и задержаний возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить длительное лишение свободы, а также штраф до миллиона рублей. Изъятая партия алкогольной продукции является рекордной с начала года. Сейчас все места, где разливали контрафактную водку, опечатаны. А в ближайшее время всем фигурантам этого уголовного дела будет выбрана мера пресечения. Павел Марчаков, Михаил Глызин. Новости по будням.